Я так угорала с этого мема, Паш, там, где, типа, парень с девушкой переписываются, и она говорит, найди нормальную работу, перестань писать демки. Это было очень смешно. Я нормально? Всё хорошо, карантин продолжается. Привет, как дела? Привет, хорошо, всё, как у тебя? Здравствуйте, Дудай. Так, Лиза с Ваней встречается? Все вопросы про Лизу с Ваней к Лизе с Ваней, они делают трансляции, поэтому там... Да, а ты не берёшь весёлый фир с Галичем? Да, очень, на злобу дня. Лер, как память развить? Учить стихи, читать книги, учить, что-то учить, короче. Так, так, так. Можете позадавать вопросы, я вам поотвечаю. Да, всё. Никита в сим, походу, телефонуя. Да, напевно. Что этого переклинило? Давай коронный вопрос, что у тебя на душе. Сейчас весело. Съёмки реалити были в феврале. Не могу дождаться клипа. Ну, подождите чуть-чуть, завтра уже будет. Чё за посты? Надо было смотреть моё предыдущие ребята, отвечая вам сейчас всем на вопрос, чтобы вы не нервничали, не парились. Мы играли в игру с Женей Галичем из Аторвальд на Мегого Лайф. И в прошлом эфире у меня было правда или действие. Я не захотела отвечать на вопрос, и он задал мне действие. И действие было такое. Написать пост с чёрно-белой фотографией вместе с Open Kids о том, что я ухожу. И типа ухожу в сольное плавание. Я это сделала. Он пробыл 10 минут, и я его удалила. Всё. Это был пранк. Девочки успели заметить. Девочки успели. Они мне в личку написали. Аня Бобровская написала. И она на секунду поверила даже. Какое было бы Таня? С кем бы... На самом деле я ни на один вопрос не ответила. Я везде делала задания. Сначала я нарисовала себе монобровь. Типа фиолетовым маркером. У меня был вопрос, кто из Open Kids что-то делал типа со своей внешностью. И нужно было рассказать. Я не рассказала, поэтому я нарисовала. Дудай пока. Я-то от души? Что от души? Не поняла. Да, я не поняла, что ты говоришь сейчас. В общем, второй. Так ты смыла монобровь? Ну вот, сейчас тоналкой замазала, потому что она на самом деле не очень смылась. Что значит про последний пост? Последний пост значит, что это было задание, правда ли, действие. Вот и всё. Понервничали? Мой брат даже понервничал, набрал меня, представляете? Он такой, Лера, я что-то не знаю. Что происходит? Вот такая я весёлая девчонка. А это чипсы нори. Водоросли. Для суши. Монобровь навсегда. Да. Но на самом деле Женя пил подсолнечное масло, и это тоже жёстко было. Ужас. Понервничали. Как у вас дела рассказывать? Как девочки отреагировали? Ну, пока они ничего не писали. Только Аня написала. Когда в Германию приедете? Очень сильно хочется. Я должна была в Берлин лететь. Вот, в феврале. Я не говорю, в феврале. Но не получилось, потому что мы снимали реалити-шоу. Как вы? Расскажите. Ты там же, в Европа-парке? В той же студии или нет? Интересно. Очень жду песню с подбумом. Она будет классная. Классная транса была. Ты молодец. Ради друзей задание. Да. Ради Open Kids. А, был последний вопрос. На каком месте я бы кого расставила из Open Kids? Типа, от лучшего к худшему. Но я не смогла. Вот. Лера, это пранк? Да. Это задание. Это не пранк. Я и так не пранкую над людьми. Это было задание, правда или действие. Говоришь на немецком. Учила я его в школе, но не говорю. Хорошо быть популярной или лучше жить обычной жизнью? Ну, каждый сам выбирает, как ему лучше на самом деле. Мой рост метр шестьдесят четыре. Где твой парень? Дома. И я дома. Приедешь в Запорожье с концертом? Ну, с удовольствием приеду, если у нас будет в ближайшем туре. Так. На этот последний вопрос был... Что? Нет. Последний вопрос был. А про поцелуй. Да. Да, про поцелуй. Точно. Вот. Но мне не хотелось говорить, потому что это кто-то еще из друзей увидит, начнутся вот эти штуки. А это как бы мир тесен и все такое. Мне не хочется это вспоминать. Потому что первый поцелуй был не очень, незачем. Это вообще думать. Ужас. Главное, что сейчас. Так. Хотим эфир с Ангелиной. Жаль, что так получилось ок, но и сольно тоже будет хорошо. Женя, у тебя трек и потом в будущем фит какой-то классный. Готовься. Все будет хорошо, это понятно. Впереди все классно. Аха-ха, Женя. Мои родители заценили эфир. Они посмеялись. Хотите, чтобы еще такое провели? Можно среди Open Kids тоже устроить такую движуху. У меня сейчас в голове играет трек от Орвальд «Вырвано». Представляете? Капец просто. Договор. Супер. Лер, знаешь Вики Шоу? Да, мы же снимались у нее видосик. Как так? Так, давайте почитаем вопросы. Ответь, это вы вправду или действие играли? Да. Ответила. Дальше едем. Лер, а какую песню будет петь Ваня? Ну, я вам не хочу раскрывать все карты, потому что это будет неинтересно потом. Понимаете? Говори украинскую. В ТБ так краще выходить. Дякую. Можно разговаривать и украинскую, а ЛНОСи будет разумеет. Как тебе клип Криминал? Я видела его непокрашенный и недоделанный звук, но прикольный. Завтра посмотрим готовую работу уже. До сих пор ору от того видео с Белозером про то, что вы встречаетесь. Блин, на самом деле у меня тогда родители жестко на это отреагировали, особенно мама. Она такая, типа, Лер, мне не для твоих приколов, я на работе. Так. Сколько лет брату? Двадцать три. У меня ностальгия по 2016 годам, когда вы еще малютки были. Но время меняется. Ты хочешь, чтобы закончился карантин? В принципе, я привыкла к такой жизни, наверное, карантинной относительно. Но, да, мне бы хотелось погулять. Ребят, а как я добавлю Ангелину, если ее тут нет? Как зовут его мальчика из реальти с кудряшками? Бада-бум. Саша. Так, давайте я закрою этот вопрос. Лиза ваша лучшая подруга, а то все думают, что нет. Ребят, в принципе, лучшая подруга это такое, знаете, не знаю. Так себе, подбор слова. Я не употребляю это в жизни, типа лучшие подруги, близкие, друзья. У меня вот так скорее. Так, какой первый стиль танца, который ты изучала? Хип-хоп. Как думаешь, ты поправила свое время карантина? Нет, я это знаю точно. Потому что я тренируюсь. Отношусь к Лизе я нормально, хорошо. Ты любишь брокколи? Обожаю. Я из Киева. Я хочу с тобой прямой эфир. Давайте просто пообщаемся, а потом сделаем эфирчик как-то совместный. Часто красишь губы? Бальзамом для губ, да. А так, типа, в принципе, нет. Ребят, я не упажу. Это был пранк. Лучшая книга? Не знаю, у меня много любимых книг. Как тебя поцелую Лизой и Ваней? Нормальный. Скучаешь по девушкам? Да, мы сегодня переписывались, и в нашей переписке я поняла то, что... Я соскучилась по нашим разговорам, и мы вроде как договорили одну тему, и потом я им записываю видео-сообщение и говорю, девочки, пообщайтесь кто-то со мной, потому что мне скучно. Я соскучилась, ну, по нашим шуткам каким-то и все такое. Любимая песня на данный момент? Бази Пэрэдайз. Я тоже, Лера. Привет, ческа. Не пожалели, что именно Лизу взяли в группу? Нет. Ни о чем жреть не надо. Как Саша Миненок отреагировала на поцелуй Лизы и Ваней? Я думаю, лучше спросить у него, я это не знаю. Слишком были плохие зубки, раз поставила бракеты. Они просто росли не в правильном порядке, и нужно было их выровнять. Самый худший тур в твоей жизни? Я ни один не могу назвать самым худшим, потому что везде какие-то хорошие воспоминания есть. Во сколько выйдет клип? Я, честно говоря, не знаю. Не могу вам ответить на вопрос этот. Будет March Open Kids? Будет ли концерт в Харькове? Когда закончится карантин, узнаем всю информацию. Как тебе песня про Леру? 50 на 50, честно говоря. Вроде прикольная, а вроде можно было получше. Так. Первый задив телегу потом. Хорошо. Самый запоминающийся концерт. Самый запоминающийся концерт в Известии Хоу на мае 16-летие. Ваши парни не ревновали, когда парни с реалити говорили, кто кому больше нравится. Я как раз сидела в этот момент со своим парнем, когда мы смотрели, и мне было неудобно. Честно. Сколько мне лет? 19 последнюю неделю. Насколько от 1 до 10 ты знаешь английский? Ну, я хорошо, в принципе, его знаю, но я думаю, что я теряю навыки. Много зависаешь в TikTok? В последнее время много снимаю для TikTok, но прям зависать может по ночам, когда скучно. Младший брат и сестра? Нет. Ребят, отвечаю еще раз, это водоросли. Спрашивают, что я им. Ути, ты тоже овен? Да, и нам овнам в этом году не повезло. У меня попадает с рождения на страстную пятницу, когда, в принципе, ничего праздновать и веселиться нельзя. Так еще и на карантине. Поэтому такое. Будут ли видео с макияжем профилей? А вы хотите? У него, в принципе, не лучший мейкапер, но можем попробовать что-то сделать. Так мило, 2000 людей смотрят, как я ем чипсы нори. Позадавайте хотя бы что-то. Любимый фрукт? Бананы. Кокосы. Манго. Ну, я думаю, все. Любимый сериал. Вот, кстати, закончу с вами трансляцию и пойду смотреть Элиту, потому что первый сезон мне не зашел, а второй сезон, кстати, очень даже ничего. Как относишься к длинным нарученным ногтям и наращивала ли ты когда-либо? Я наращивала только сломанный ноготь, когда он был очень жестко поломан и не было выбора. Короче, либо все обрезать, либо один наращивать. И я один раз нарастила его. Ну, понятное дело, что в следующий раз я его просто сняла. Вот. А в принципе отношусь... Ну, если людям удобно, то окей, но... Видите, посмотрите на мои. Короче, ски. О, я тоже смотрю Элиту. Супер. Смотрела Stranger Things. Первую серию и не зашло. Любимые овощи? Ой, я люблю помидоры черри. Нравится ли мне Маргинштерн? Ну, типа, просто нейтрально оплашусь. Виделась на карантине с девочками с Open Kids? Нет, не виделась. Когда выйдет клип с Ваней? Я вам пока ничего не могу говорить. Так у меня тоже день рождения 17 апреля. Да? Капец. Я не знала то, что у тебя тоже. Смотрела Эйфорию? Да, я смотрела. Я сейчас смотрю второй сезон. Офигенный сериал. Какие еще сериалы посоветуешь? Ривердейл. Первые сезоны были прикольные. Половое воспитание. Лог Кей. Типа, это от Нетфликса про ключи. Я не помню, как он дословно переводится. Эйфория. Дальше что? Сплетница. Ну, вот сейчас Элита. Конец этого гребаного мира. Но если вы любите кровь или там какой-то детектив, то прикольно, потому что эти короткие серии, они быстро заходят. Черное зеркало под настроение. Что еще? Что еще? Что-то крутится в голове, не могу вспомнить. Скам. Но пока все. Есть планы полететь вместе с парнем куда-то после того, как это все закончится? Никто не знает, что будет дальше, но, честно говоря, очень сильно хочется, потому что поездки посрывались. Любишь суши? Да. И на карантине я их ел. Смотрела благие знамения. Если нет, очень советую. Это фильм или сериал? Смотрю тебя в 5 утра. Салам. 5 утра где? В каком городе? День рождения 2 мая. Как относишься к Пейтону? Ну, есть парень из ТикТока и есть. Вот так я к нему отношусь. Юля мечта сбылась на ТикТок. Есть раздел... Что? На ТинТок есть раздел ТикТок. Я ей передам, кстати. На кого учишься? Ответь, пожалуйста. Специальность диктор-телеведущая, тележурналистика. Я рад же тебе подавить этот фильм. А родина захвала ему. Дякую. А до его можно пороглянуть и у Ютубе. Конец этого гребанного мира. Крутой. Да. Твои самые незабываемые съемки. В хорошем смысле или в плохом? Если в хорошем, то Германия. Клип на десерт и Милки Вэй. А если мне очень хулиганить было очень сложно. Американская история ужасов. Обожаю. Как там Порш? Хорошо. У нас с ним такой контакт появился вообще за этот карантин. Я понимаю, что он говорит. Я понимаю. Короче, у нас очень близкие отношения стали. Это удивительно, потому что он как личность. Реально. Собаки это тоже личности. Потому что у них есть свой характер. Ну, я всегда это знала, в принципе. Но тут на карантине это начало очень сильно проявляться. Мы с ним такие кенты теперь. Короче, он очень смешной. Честно. Говорят, что ты уходишь из группы. Это правда? Нет. Это было правда или действие? Ты овен? Да. Вкусная капуста хочу купить. Да, покупай. Сколько классов закончила? 11. Ты знаешь, я в умиллер. Да. Луна тела когда-нибудь? Нет. Я в детстве это очень сильно боялась. Концерт Баку отменяется? Заметь, пожалуйста. Честно. Меня тоже интересует этот вопрос. Но я не знаю на него ответа. Хорошо. Песни в Телеграм. Залью вам сегодня. Заходите. Напомните мне, пожалуйста, если я забуду. Это капуста с фикс прайса? Нет, это капуста с новуса. Проведёшь эфир на дыры? Я думаю, кроме эфира я больше ничего не буду делать. Поэтому придётся так себя развлекать с вами. Если бы ты могла превратиться в какое-либо животное, то кого бы превратить... Вы меня задачили... Наверное, в Коалу или в Калибри. В кого-то из таких. Мне третий сезон очень понравился Stranger Things. Вы советуете посмотреть, значит, да? О, я буду праздновать. Доре у тебя в эфире. Мы сделаем с тобой совместную трансляцию и будем друг друга поздравлять. И все ребята нас будут поздравлять, правда? А какие у тебя планы вообще на день рождения? Посоветую книги. Так, сейчас читаю Girl, Кот. Люблю вообще девчачьи такие все штуки. Там, где про биографию девушек, которые добиваются успеха и всё такое. Вот Girl, Кот, Girl, Босс. Первая книга, которая моя самая любимая была, это критика «Художник». И вторая часть «Покажи свою работу». Но её можно за вечер прочитать, она очень маленькая. Точнее, она не маленькая, но там много типа иллюстраций. Вот. «Шелест утренних звёзд» любила раньше. Сейчас можно даже перечитать, попробовать потом. Но в последнее время нет какой-то книги, которая бы так сильно запала в душу, которую можно проглотить, знаете? Ты читаешь, читаешь захватывающе. «Будешь сегодня на эфире у Вики?» У какой Вики? На каком эфире? Какой именно скам смотрела? Заметь, пожалуйста, норвежский смотрела. Самый первый. В какой стране ты бы хотела жить? Не знаю, честно. «Планы на день рождения?» Эх, ребяточки, планы на день рождения накрылись, так сказать. Придётся праздновать день рождения в июне. «Как отношусь Кате Адушкиной?» «Хорошо отношусь». «Вы снимали шоу «Пацанки?»» «Да». Она не уходит из группы, это было задание в «Игре правда или действия». «Молодцы». «Как записывали песню «Белый снег?» Просто приехали на студию звукозаписи, мне дали текст, чтобы я подготовилась. Я приехала, записала, полдня там пробыла. И всё, и уехала. Вот так и записали. Так, Лера, я тоже Лера. Класс, тёзка. «Когда у тебя ДР?» 17 апреля, ровно через неделю. Прочитай, монах, который продал свой Феррари. Я читала когда-то давно. Или начинала и кинула. Вот. Но я не помню. «Криминал» вообще топ. Не представляю, какие будут другие клипы. Так, а вы ж не видели ещё клип «Криминал». Какие первоначально были планы на ДР? Планы были на ДР сделать вечеринку, устроить движ полный, собрать всех друзей. А можно не кричать, пожалуйста, у меня в трансляции? Вот веселье, понимаете, на карантине. Планы были устроить движ, тусовку, собрать друзей, родственников, просто всех. А в итоге не получилось. Я расстроилась. «Была в Казахстане?» Да, была. «Видно, что тебе группа OpenKids уже неинтересна. Это вопрос или аргумент вы пишете? Посмотри жирным шрифтом, уверена, что тебе понравится. Давай, блин, у меня 16 апреля». Ой, тут так много овнов. Прикольно. «Как отношение к аниме?» Ну, я ими не увлекаюсь, но ничего против не имею. «Как телеграмм называется?» «Лерони делись. Семейные разборки с Поршем». Да, вечерние, постоянно. «В Туре дальше будешь жить в Туре?» «Покажи свой дом». Ребят, так я не в доме живу, я живу в квартире. Я сижу на кухне. Вот как бы здесь. А родители сидят в комнате. Вот и закончился дом, как вы говорите. Короче, я живу в квартире. 15 апреля, день рождения. Как зовут твою собаку? Заметь, пожалуйста, зовут Порш. Чарли или Эдисон? Эдисон. Мне Эдисон намного больше нравится, чем Чарли. Почему-то... Приедете еще в Ереван? Я думаю, да. Я Скорпион. У меня, кстати, немного Скорпионов в окружении. Сколько серий в новом реалити? Две серии и будут клипы. Вот. Тебе будет 20? Да. Да, 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 да. Кто из трех мальчиков нравится больше всех? Ваня, Бадабум, Даня. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что они все в троем талантливые и крутые по-своему. В каком сезоне пацанок снималась? Мы снимались в одной серии с девочками, пришли, спели песенку и все. Где жила Лиза? Там, где и ты, и у вас одинаково... Что? И у вас одинаковые родители. Я чуть-чуть не поняла вопросы. Будут еще концерты в Минске? В будущем. Если закончится карантин, то очень сильно надеюсь, то, что мы проедемся по многим городам еще раз. Где ты играла, правда, или действия? В Мега Гоу Лайф мы ввели трансляцию. Блин, класс, ты очень искренне, а, соответственно, притягательная. Спасибо огромное, это приятно. Приедь в Казахстан еще раз. Ребят, не знаю, пока честно, но хотелось бы. Как тур с Лизой? Хорошо. Даже не верится, что мы тур откатали. Якою, мол, ты разговляешь дома? Российскую. Але в университете я завтра и разговляю украинскую. Лиза с вами живет? Ну, я живу не с Лизой, как бы. Фильм Хатико смотрела. Да. Так, давайте повеселее что-то, ребят. Вопросики. Лиза, Таваня, Разум. Давайте вы у них спросите эти вопросы. Смотришь руханки по телеку? Никит, я сегодня не могла проснуться. Я просто поздно легла, но вообще я хочу проснуться и посмотреть руханку. Вы делаете их? Никит, ты выучил уже? Ты бы хотела изменить что-то в своей жизни? Да. Хотела и, надеюсь, в ближайшем будущем это поменяется. В Киеве живу. Ты дома сейчас? Да. Любимый фильм? Знакомьтесь с Джо Блэк. Наверное. Классный, покорил меня. Потом. Раньше я любила сумерки в детстве. Очень сильно. Ну, пусть будет этот, наверное. Да, я была в Америке, в Лос-Анджелесе. Любимый персонаж из элиты. Как зовут этого чувака, который встречается с Амаром? Вот этот. И в последнее время мне нравится девушка Гузмана. Я забыла, как ее зовут. Но вы поняли, она оказывается популярная в Испании, она певица. Почему живешь с родителями, а не одна? Или с парнем? Сейчас такие обстоятельства. Пока так. Меня заставили подвигаться, но я же дерево, ты знаешь. Никита, неправда. Девочки успели пост увидеть? Аня успела, я уже говорила. Двадцатка, да. Андер. Так. Почему? Так, это я ответила. Когда ДР через неделю. Вчера руханка с пивоваром была гласная, я видела в ТикТоке. Была на голос дети. Как участник, нет? Каре я хотела, но мне кажется, что мне она не пойдет. Ребята, это не капуста, это водоросли, это разные вещи. Как она отреагировала? Она сказала то, что ее мама начала говорить, Аня, Лера уходит из группы. А она такая, да, она пранкует. А она такая, да нет, нет. Порш в другой комнате. Который час у вас в городах? Ребят, хватит спрашивать про Ваню и Лизу. Это личная, про которую не всем нужно знать. Захочет, расскажет. Но я как бы и не знаю, это же их общение между собой. Дай ссылку на Телеграм. Но тут я не скину. Так, вопросы повторяются. Это грустно, честно говоря. Нет, завтра не будет реалити. Любимый исполнитель. Black Bear. О, у всех почти 22. И у меня 22. Ну, если вы не хотите задавать никакие вопросики, я тогда пойду делать чай себе. Так само, как в Тебе. Вот клевонько. Круто. Дела на карантине? Нормасик. Лера, вот этот вопрос. Расскажи о своем первом впечатлении о девочках из группы. Семь лет назад. Классный вопрос. Я рассказывала уже когда-то это. Ангелина для меня такая была, ну, такая лопатушка. Вообще девочка. Очень скромная. Сама в себе постоянно, но безумно талантливая. Просто помню, как я восхищалась, как она поет. Это было нереально круто. Аня Бобровская. Я всегда хотела с ней общаться. Но мы, в принципе, с ней с первой сдружились. Мы кентовались. И у нас были какие-то свои шутки, которые никто не понимал. Дальше Юля. Юля у меня ассоциировалась с Майклом Джексоном, потому что она ходила в шляпах. Но она такая была прям бэйби. Очень бэйби. И супер стильная. Её классно всегда одевали. Так. Как жилось с Юлей в туре? Ой, честно говоря, почему-то мы изначально, когда Аня и Ангелина захотели поменяться, мы плохо на это отреагировали с Юлей. Такие, типа, нет, мы ничего не будем менять. Почему мы должны меняться? Мы же привыкли, что мы всегда так, типа, живём. Мы с Юлей будем устраивать бардак. Вы что? Мы поубиваем друг друга. Но всё обернулось вообще в другую сторону, потому что мы реально, типа, классно проводили время. Мы заказывали себе еду. Мы снимали видосы в ТикТок. Мы общались, разговаривали, угорали, смотрели какие-то интервью. Поэтому всё было очень-очень классно. И хорошо, что так сложилось, потому что с Юлей больше, чем 2-3 дня, наверное. Я в Бакусне 2 дня жила. Больше, чем 2 дня прям в номере мы не жили. Никогда. Вот. Вот такие вот дела. Хотела бы на Марс. Ну, такое. Привет, друг. А ты убрала маку после эфира? Ответь, пожалуйста, очень интересно. Да. Какие предметы задавала? Английский, украинский, история. Ха. Приезжай ко мне, я мак ем. Как твоё впечатление поменялось сейчас? По поводу девочек или по поводу чего? Нет, мне 21 не будет, ребят. Так. Давайте попрошу вас не спрашивать вопросы по поводу концерта, потому что я не смогу на них ответить. Помнишь рэпчик про жизнь в туре в видео Никиты и Тимохи? Про жизнь в туре нет. Нет. Сколько вам было всего лет, когда вы познакомились с участниками Сумёбоги? Мне было 10. У тебя эфир? Да. Как там домашнее обучение? Нормально. Домашнее обучение. Идёт. Два раза в неделю созваниваемся по зуму. Давно с Парчевской общаешься? Очень. Ну, знакомы мы лет 7, наверное. Может, 5, 6. Не помню. Вот. Ты видишь эти сообщения? То ощущение, как будто нет. Вижу. Слушаешь Алену Алену? Если да, то как тебе? Ну, когда первые треки её вышли, то я её слушала прям классно. И была, кстати, с моим директором Алиной у неё на концерте. Мы тоже по зумам бывает. Так. В каком ты классе? Ну, сейчас была бы в 12, 13, в 14, получается. Со скольки лет ты, вы все, ВОК? Ну, у нас разный возраст там был. Кто для тебя Александр Минёнок? Александр Минёнок очень хороший друг. Так. Мы тоже в зум. С кем Лиза жила в турах? Лиза жила в турах с Алиной. Сразу отвечаю на вопрос, почему это было. Потому что я всегда жила в турах с Ангелиной, а Юля жила с Аней. И Ангелина и Аня захотели поменяться, чтобы жить вдвоём в турах. Поэтому мы поменялись. И я жила с Юлей, а Ангелина жила с Аней. А Аня Музафарова всегда жила с Алиной. Поэтому Лиза жила с Алиной. Вот такой ответ. Когда новая серия? Новая серия не будет. Финал был на прошлой неделе. Так, что делаешь? Отвечаю на ваши вопросы. Лер, смотрела фильм «Назови меня своим именем?» Как тебе? Я его не досмотрела, но я его начинала смотреть и закинула. Но я помню то, что он был прикольный. «Здесь ты такая миленькая, а в шоу прям лидер лидером». Ну кто-то же должен разговаривать на шоу, ребят. «Кто-то в следующий раз будет меняться?» Ну посмотрим. Если захотим, то поменяемся. Алина — это директор студии. Нет, Алина — это директор Open Kids. «Девила Сильвердейл». Да, финал реалити просто божественный. Особенный момент Элиза и Ивани ты еще раз пересматривала. Я не сомневалась, ребят, что вы будете эти моменты пересматривать. Я не знаю. «Проходила тест у Ангелины. Есть ошибки?» У меня была одна ошибка, и то это она ее допустила, потому что она ответила, что ее любимый напиток — это капучино на соевом. Но я-то знаю, что это мачо зеленое на миндальном. Я ей пишу, что? Она такая, листай дальше. Я просто неправильно ответила, она потом исправила. Да. «Ты смотрела фильм после?» Лерон сейчас пью чай с кружки. «Старбакс, который ты мне привезла с Парижа, боюсь представить, в каком классе». Офигеть просто! Так приятно и так прикольно, что ты ее сохранила. Это мощно. В каком классе? Ну, я в Париже была в 12 лет. Или в 10. В 12, да, в 12 лет я была в Париже. Ну вот посчитай, в каком классе. «Как и наше вся группе «Время и стекло». Очень хочу, чтобы ты заметила. Классно, они прикольные. Расскажи какую-нибудь смешную историю с тура. Например, когда наш турменеджер Максим забыл забрать Юле чемодан, и ее чемодан остался в отеле, а мы приехали на вокзал, и наш звукорежиссер Юра Багмет разворачивается и говорит, «Блин, девочки, чего-то, типа, кого-то чемодана не хватает». И мы такие, в смысле? Юля смотрит, и ее нет чемодана. В итоге начинает искать просто по всему вокзалу, может, его где-то носильщики оставили искать в автобусе, и нигде нет чемодана. И остается 10 минут до отправления. Мы едем в другой город, и просто-напросто этот чемодан, в котором костюмы, все вещи, и у нас тур продолжается, невозможно никак передать. И Макс говорит водителю, что у него есть 10 минут до отправления поезда съездить в отель, а в отель ехать 15 минут просто, и вернуться обратно с чемоданом. И наш Макс просто бежит с чемоданом, заскакивает в поезд уже в тот момент, когда поезд отправляется. Вот такая смешная история. Где ты ищешь вдохновение? Наверное, последнее время в себе. Только в себе. Что тебя вдохновляет? Раньше меня всегда вдохновляли путешествия. Раньше меня всегда вдохновляли люди. Только люди. Футболка красивая. Ой, кто-то зашел, кто-то зашел, мой парень. Да, я забрала у Саши футболку, он хочет, чтобы я ему отдала, но эта футболка Гэс совместно с Асапроки. Как я могу отдать ему эту футболку, если она крутая? Поэтому напишите плюс, если хотите, чтобы эта футболка осталась у меня. Саша просто не заценил. Гэс джинс совместная коллекция с Асапроки. Камон. Как можно такое правпичить? Да. С парнем часто видитесь? Раз в 3-4 дня. Топ-3 плейлист. Заметь, пожалуйста, сто раз пишу. Хорошо. Первое, Black Bear, Hot Girl Bummer. Второе, Buzzy Paradise. И третье... Третье сложно. Какой мой любимый трек за последнее время тоже. What If... Зиглер, девочку как-то так зовут. Трэвис вообще... Ааа, ты уверен, что с Трэвисом? По-моему, с Асапроки. Мне казалось, с ним. Как давно вы начали общаться с парнем? Давненько. Будет еще серия, заметь, пожалуйста. Нет. Будет только клипы. Лера смотрела? Смотрела что? Смотрела что? Почему все кидают плюс? Потому что они хотят, чтобы футболка моего парня осталась у меня, а не у него. В которой я сейчас сижу. Все английские треки. Да, потому что я не очень слушаю русскую музыку. Хотела бы оставить мненка в шоу. Расскажи какую-нибудь страшную историю из тура. Страшная история была, когда мы с Ангелиной сидели до утра. Разговаривали... Это было давно. Разговаривали с кем-то по телефону. И типа 4 утра или 5 утра уже. И наш телек начинает просто сам включаться. Синий экран горит и сам выключаться. Нам стучат просто где-то какие-то звуки. Из ванной что-то падает. И стучат нам в стены. И, ребят, это было очень стрёмно. Потому что, в принципе, это стрёмный отель был у нас. И тогда было не по себе. Очень. Но вот это была такая стрёмная история из тура. Самый младший из Open Kids Елизавета. Какой трек на репите сейчас? By the Paradise. С кем будет следующий трек? Я вам не скажу. Потому что вам неинтересно потом будет. Decide Band? Знаю. Слушаю кип-поп? Нет. Какой у тебя рост? Метр шестьдесят четыре. Так, так, так. Смотрела в метре друг от друга? Да. Смотрела. Губы? Я не качала. Я к тебе подобаю? Наибельше фан. Заметь, мэна. Я к тебе подобаю? На самом деле все. Потому что вы очень сильно стараетесь. И для меня это безумно приятно. У Лизы день рождения тридцать первого августа. Если я не ошибаюсь. У Юли тридцатого, а у неё тридцать первого. Вроде да. Ого, я выше тебя. Мне одиннадцать лет. Сто шестьдесят восемь рост. Ну, рост это не самое главное. Влад, здравствуйте. Расскажи смешную историю, связанную с Ангелиной тобой. Ну, как мы были в Египте с ней на отдыхе вдвоём, и я врезалась в гору на квадроцикле. Она уже умела тогда водить, а я не умела. Я сказала, Ангелина, да, в чём проблема? Я сяду на квадроцикл и, типа, спокойно поеду. И в итоге мы потерялись в пустыне, потому что я врезалась в гору, а назад квадроцикл не сдаёт. И мы ждали какого-то инструктора, чтобы он нас отвёз назад, типа, оттащил. Он оттащил нас назад, мы поехали, и люди так быстро ехали, что мы не успели увидеть, в какую сторону они свернули. Я говорю, Ангелина, поехали направо. Она говорит, поехали прямо. В итоге мы поехали прямо и нашлись. Но если бы мы послушали меня, то мы бы потерялись в пустыне. Так. Ты считаешь себя популярной? Ну, такое. Популярная Бейонти, по-моему. Есть ваши новые песни, которые мы ещё не слышали? Да, есть одна, но она ещё даже не записанная. Вот. Кто из группы самый низкий? Не помню. По-моему, мы с Аней Бобровской, потому что Юля и Ангелина какие-то более выше, чем мы стали. Почему не живём? Ой, господи, ребят, я уже ответила на этот вопрос. Так подсела на Stranger Things. Обожаю. Ну, я не очень люблю такие сериалы, либо до меня это ещё не дошло, поэтому я на них не подсела. Любимая песня из вашей группы? Мы счастливые. Ex-boyfriend. Так. Часто стрижёшь собаку? Нет, не часто. Ну, раз в несколько месяцев. Сколько, Юля? 16. Спасибо за комплименты, которые вы мне все пишите. Приятненько. Пересмотрела два ваших реалити, и теперь только выяснитесь. А-а-а, это приятно. Спасибо. Расскажи, что даст Тура 2020. Ну, вот я рассказала вам историю про чемодан. Что вам ещё рассказать? Какие-то были ещё истории, но я не могу вспомнить. А-а-а, Лиза, короче, приехала не в тот аэропорт. У нас есть аэропорт Борисполь и Жулян, и мы вылетали из Жулян, и она набирает Алине и говорит, Алин, я уже тут, Алинка, и где ты здесь? Она, я в Борисполе. Алин такая, а мы вылетаем из Жулян, как бы. И в итоге у Лизы был час, а это был час пик, шесть часов вечера. А, нет, не шесть. Или шесть. Не помню, короче, походу был вечер, час пик, и Лиза ехала с одной стороны города, ей нужно было весь город проехать, чтобы доехать к нам в другой аэропорт. Она могла не успеть, но она успела, и мы полетели в тур. Была мистика в жизни, веришь в это? Заметь, пожалуйста, да, была. А какие у тебя домашние питомцы? У меня один питомец, лучший мой друг, Парше Мотевич Ахара Мэлман. Вот, снимайте больше реалити, а не просто огонь. Люблю тебя, спасибо большое, но реалити это не так просто. Поэтому, да, над ним работает большая команда. С каким парнем, какой клип, по твоему мнению, было бы лучше снять? Ну, выбор состоялся, так сказать, но на самом деле, мне кажется, если брать всех участников, то с Сашей Миненком можно было снять Медляк, с Богданом, Вандом, можно было снять Любовь, мне не надо парить, и Медляк. Кто там еще был? С Войтом? Либо Медляк, либо Криминал. Напомните, кого я там еще позабывала. Скажи свой номер телефона, пожалуйста. Нет, спасибо. Давайте я не буду это распространять. Расскажи самую смешную историю с Аней. С Аней Бобровской? Снимите реалити в вашей жизни. Я, кстати, предлагала такую идею. Предложу еще раз. Есть ли у меня фобии? Да, но я не буду вам о них рассказывать. Богдан вообще очень классный и душевный. Да, поэтому я плакала, когда мы его выглядели, понимаете? И было грустно. Действительно. Так, посмотрим ваши вопросы. Почему не отвечаешь на некоторые наши вопросы? Их очень много, я стараюсь. Как можно попасть к вам в клип в роли танцора? Раньше мы проводили кастинги. Сейчас мы иногда ищем танцоров и массовку. Я думаю, лучше писать нашей директору Алине, и она тебе подскажет. Лер, привет из Грузии. Привет. Можно больше историй? Я постараюсь. Хорошо. Но как относишься к Хейту? Если конструктивный, то хорошо. Если нет, то не очень. По твоему мнению, Саша из реальти извращенец? Ну, я не слышала то, что он говорил. Играл бы Ангелиный парень на это, а то, что он говорил, это было так себе. Но я была удивлена. Давай, снимите реальти, давай поженимся с Лерой Дедковской. Я сделаю свое отдельное шоу. Кого женить будем? Всех холостых подростков? Чем занимаешься в основном на карантине? Время быстро проходит. Я начала много готовить, всякой еды, я снимаю видосы, контент, я делаю уроки, я монтирую видосы для универа, треню, поздно просыпаюсь, высыпаюсь. Я спать, извини. Я, наверное, тоже пойду. Умываться, стирать тут монобровь фиолетовую, которая у меня была нарисована. Смотрела эфир Ивлеева и Надя Ивова? Нет, не смотрела. До какого числа у вас карантин? Пока что до 24 апреля, а потом посмотрим. Спасибо огромное, что вы провели со мной время. Надо было хоть какую-то музычку включить, а то так нам грустно, скучно. Или вам нормально? Я ушла. Спасибо всем, кто смотрел мой Мегого эфир. Будем на связи. Если хотите, можем сделать какой-то эфирчик, типа тоже с заданиями. Может, с кем-то из OpenKids, к примеру, повеселимся или с кем-то из блогеров. Если есть варианты, то пишите. Давайте напишите сюда. Кто вам первый придет в голову? И мы что-то такое устроим. Заранее спасибо за все ваши смс. Люблю, обнимаю. Ваша Леронька. Спокойной ночи.